Сейчас я своих милых соседок подвел к ихнему же абрикосу. Лена ушла, да? Ну ладно, подвел к ихнему же абрикосу, этот абрикос был посажен в 1985 году, может быть даже в 1984, то есть ему за 30 лет, он вот такой вот, это сенис абрикоса Амур, вот так он выглядит на ветке, осталось немного, ну вот там осталось уже немного. И для чего я здесь? Есть вот такое дерево, но оно не самое рослое, вот, с самым рослым я вас знакомил. Значит, они упорные, они живучие, такие сеянцы у них, видите, вот когда соседи отрезали эту ветку, они отрезали не потому, что она отсохла, а просто она нам мешала тут. Страсть к высоким штампам, к сожалению, у нас имеет место быть, вот, на данном случае я пришел для того, чтобы зафиксировать для таких деревьев рекорд. Итак, рядом человек, который участвовал в сборе этих самых плодов, так, вот, смотрите, что получается, получается следующее. Итак, при мне было собрано 8 ведер. Так, смотреть в глаза. Это нет, еще не смотреть, это я свидетель тому, потому что я за них платил. Вот это дерево, которое мы сейчас обсуждаем, Кристина, вы-то еще пока не садовод, является законным супругом моего патриарха, вот, того самого мощного, но о нем уже, наверное, вся страна знает. Вот того. Оно примерно в 4 раза больше и на нем примерно в 4 раза больше плодов. Так, вот, где-то... Андрей, сколько ведер снято с манчжурца? 7? Понял. Итак, фиксируем некоторые рекорды. Ну, например, личный рекорд этого дерева. Итак, 8 было снято на моих глазах. После меня сколько было? 7. 7, итого 15. Вот. Представляют ли они ценность? Давайте рассуждать так. Едовую ценность. В этом году было очень много солнца, жара. Вот. В общем, кишлинка исчезла, но вкус особо не наблюдается. Сибиряки будут есть гостями. Я, конечно, предпочитаю более... Ну да, кишлинка исчезла. Первый раз за все годы, что я знаком с этим деревом, я вижу, что оно достаточно съедобное. Не всегда, но съедобное. Главное его предназначение, раз супруг у него манчжурец, быть по двоям. Совместимость, если взять кошку и простить, с культурными, моими же роскошными абрикосами, практически равна 100%. Поняли, да? Итак, 15. Вот это, Кристина, я хотел от вас услышать. Вот. Спасибо за участие. Я пошел теперь говорить про его супруга. Действительно, это настоящая супружеская пара. Вот. Иначе бы таких сумасшедших уже не было. Ну, благодарю за внимание. Вот, копия за мной, фильма. Вас увидит вся страна. Итак, вот он забор, вот он. Вот здесь уже сам черт ногу словит. Ну, а это сейчас то, что не собрали, собрали. Так. Переходим к себе. Итак, сейчас только мой родственник, помощник Андрей, крикнул, что с него снято 7 ведер. Так. С этого я уже рассказывал, что первый год у него плоды. Это то, что не смотрите, это отбракованные плоды. Вот сейчас, кстати, с дерева упало и прикатилось. Вот это вот. Похоже на те. Да, первый год. Мой манджурский абрикос. Первый год за 30 лет. Ну, он не 30 лет плодоносит. Ну, хотя бы 26. 25-27. Не фиксировал я первое цветение. И вот с тех пор он был всегда желтый. Первый год его, чуть ли не сказать, испортил. Все-таки взаимовлияние с соседом огромное. И что мы имеем? Впереди урожай. Вот. И я чувствую, что у меня на молодом дереве урожай 30 ведер был. Зафиксирован лично мной, не для науки. Вот. Что будет дальше? Невообразимо. Смотрите. Еще зелено. Вот. Количество плодов. Это только одна веточка. А теперь смотрите. Там не меньше, не меньше, не меньше, не меньше. Просто плохо видно. Не меньше, не меньше, не меньше, не меньше. Я в этот раз показываю. И вон там, на втором этаже, на третьем этаже. Вот. Я попросил Андрея зафиксировать этот рекорд. Да. 15 ведер и плюс у его соседа Сенцева Амура. Вот видите, сколько на нем еще плодов. До 20 может и не дотянуть. А мой должен побить мировой. То есть, чуть не сказал. Какой бы мировой, нет. Да, мировым тут и не пахнет. Сибирь все-таки. И не каждый год такое бывает. Вот. Обычно 5, 25 ведер. Три ведра. 18. Ну, за все годы, конечно, он мне одну сотню дал. И вот, что мы имеем. Вот. Это сладкая парочка. Я просто на ваших глазах, помалечку пытаюсь зафиксировать рекорд. А вот эти вот семена, косточка, собирал не я. Собирал Сергей, его помощник, его брат. От Андрея. Вот они, манчжурцы. Причем, в два раза больше уже собрано. И еще взяты в работу жердели. Жердели слаще. Жердели эти с Украины. Дерево привито на манчжурец. И потом, может, найду время. Выловлю Андрея, вечно где-то бегает по саду. Много работает, чтобы он... Подведу под манчжурец. Скажу Андрею, скажи, сколько здесь было ветер. И перекрестись. Вот. Вот это он собирает пополам. Половина у меня полна Сергея. И когда он перекрестится, и вы видите, что это только половина. Так. Даже меньше половины, потому что один такой стол уже был высушен. Вот это вот масштабы. Речь идет о чем? Внимание. Это меньшая часть, просто досталась Сергею, с того манчжурца. Вот. И вот это вот половина жердели. Это все дает одно дерево и одно дерево. Так. Значит, на минутку, Андрей, можно буквально, но это в интересах дела. Подойти к жердели и сказать, сколько на нем собрано на настоящий момент ведер. Ну, конечно, косточки это впечатляют. Вот. Догонишь, ладно? Угу. Вот таких деревьев у нас несколько и на каждом. Вот, Андрей, ты больше нас знаешь, ты собираешь. Вот хотя бы примерно. Вот сколько с такого дерева упадет ведер? Ну, ты же собираешься. Ну, примерно, хоть там, ошибись на пять ведер. Ну, наверное, где-то десять. Десять. А там же покрупнее есть. А, слушай. Мы еще с этого... А, мы уже собирались с этого, с Артема? Нет, жердель, ты мне под деревом должен сказать. Подойти под дерево. Это жердели. Это 22 жердели, да? 23, короче. 23. Ну, тогда ты не отвлекайся. Я сам подойду уже к нему, ладно. Ты мне скажи, а с Артема не будет больше? Почему там? А сколько будет? Нет, с Артема. Ну, так на глазок. Сколько будет? Ну. Ну, там много. Видел, 15, наверное, будет. 15. По-моему, все 20. Ну, я же уже... Собирали уже этой... Как ее? Одессе. Два ведра, да? Да? Ну, базе ящика. Два ящика. Уже собрали ей. Так там такое впечатление, что еще и не собирали. С полом мы собрали. А, ну ладно. Жаль, что мы не фиксируем рекорды. Жаль. А теперь давайте вспомним, что случилось однажды. Ветераны общения со мной эту историю знают. Итак, народился уникальный сорт. Кстати, самый большой у меня считается вот это. Но это все зеленое, ладно. Вот. Им еще дозревать. Вот так ладонь приставлю для полноты картины. Вот такая вот. Это Курдюмов. Бывший академик. Как их называть? То ли Курдюмов академик, через тире. А теперь вот какое дело, друзья. Вторым у меня по значимости был... Была фаина. Абрикос фаина. Потом она по коленях начала мельчать. Родное дерево практически погибло. Потом она чудом. Одна из боковых веток, видите, выжила. Вот, посмотрите на эти чудеса. Потом вторая потянулась. Причем случилось нечто. Вот. Когда кто-нибудь из ученых сюда приедет, мы встанем на колени, начнем это разгребать. Как я не смотрел, да? Как могло случиться, что ветки, которые дают такие огромные плоды, они все зеленые, увеличатся почти в два раза. Видите? Вот эти ветки, еще раз говорю, она привита на манчжуриц. Дерево погибло. Погибло, по моим понятиям, по прививку. Но как из земли вылезли вот эти ветки, я ничего не преувеличиваю. Вот, я хочу этот, ну, как сказать, трюк, номер. Трюк, потому что звучит неправдоподобно. Может, примечтало трюк. Вот, взять и при ученых продемонстрировать. Вплоть до того, что землю раскопать. Вот. Неужели вегетативный гибрид, то есть, отводок, от манчжурца, который прививка, то есть, почка была ниже прививки, и вдруг дала абсолютно культурные плоды. Какие? Сейчас вам покажу. Вот это один момент. Ну, допустим, все-таки это выше прививки. Все равно, это единственное дерево, оно же и первое, которое сохранило свои материнские, свои же качества. Почему? Я же вам говорил, потомки, к сожалению, гораздо, ох, уже. Так, ладно, не будем отвлекаться. Потомки, к сожалению, чуть-чуть измельчали. Смотрите, впечатление производят. И эту ладонь подставим. Вот. Посмотрите, на этот плод, на этот, на эти плоды. А знаете, что получилось? Случилась еще страшная вещь. Фаине не везет. На нее, вон, в обломанной ветке, вот эта фаина, видите? Вот. Здесь вот такие чудеса. Ага, вот здесь даже крупнее. Смотрите сюда. Видели это чудо? Так вот, эта фаина была сломана вот этой громадной, огромной веткой. Вот она. Которая упала с Королевского. Одна из, так сказать, ой. Одна из, как бы это сказать-то, ну что ли, одна из жертв того, что постоянно происходит в моем саду. Вот. Это перегруз урожая страшный. И вот результат. С такими деревьями нужен, конечно, особый уход, особое отношение, но уже не с моей стороны. Ведь этого немолодого, 66 лет, человека. Давайте смотреть еще раз со стороны. Итак, ветка рухнула. Вот. Итак, она прямо накрыла фаину. Вот это вот кусочки фаины. Вот торчит кусочек с огромными плодами. Заметьте, я специально в руках держал перед этим академикам. Видите, что у нее она почти сравнялась. И вот еще ветка фаины, которая уцелела. Вот она. Ветка фаины. Посмотрите, какие плоды. Это надо, я даже не знаю, как сделать, чтобы вы поняли, что вот сейчас они самые малые 80 грамм. когда дозреет, сейчас поближе покажу. Когда дозреет эта ветка. В общем, вы поняли, перед вами феномен. Она вернула, кстати, вот она лежит на том дереве, вон там, сейчас покажу вам красные плоды. это академик тире Кургима. Вон они, вон они, наоборот, не показать. Вон. Ага. И вот сейчас я вижу и те огромные, и эти огромные, например, на одного класса, то есть размеры. Совершенно разные деревья. Фаина плодоносит, созревает намного позже. Вот, у нее плодоношение впереди. Потом, естественно, для меня самая вещь, это то, что ко мне каждый день едут гости, хотя саженцы еще не продаются. И они едут, 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 едут. И из-за этого, что едут гости, часть урожая теряется по принципу только отвернись. Все рассылается по карманам или кладется в рот. Причем некоторые это делают так быстро, как фокусники. Не жалко. Отсюда много вывозится фруктов. Но иногда прихватывают и уникальные вещи по принципу плоды с единственной планете дерева. Когда фейна созреет, я познакомлю вас, постараюсь познакомить со всеми фейновскими деревьями. Но косточки с этого дерева, потому что единственное, которое сохранило качество, уедут к Латинкову. И, Алексеевич, он их берет в работу, он надеется выжать из них все. То, что я уже не надеюсь. Пять лет разницы. Хочет заменить собой институт. Скромно, знаете, так это, ну что делаться, это же Латинков, что ему стоит. Рядом в институте горохом занимается. Горохом не прямо в смысле, а мелкими абрикосами. я видел эти ролики рядом с ним. Так, ну что, теперь, друзья мои, я хочу вас познакомить еще с несколькими манджурцами. Ну, уже так бегло. Значит, что мы там видели? Мы видели манджурца патриарха. Он такой огромный, что даже отсюда, вон верхушки торчат. Вон они торчат за эти, за ранетки. Вот. Вот это дерево. Потом, после него, я ознакомил рядом с ним небольшое дерево, которому максимально, а, нет, кажется, это не вас ознакомил, а телевидение из Кузбасса было у меня позавчера. Ну-ка, еще раз тогда. Главное, ничего не упустить. Извините, если получится, как бы, это. Итак, Амур, молодой супруг или супруга, вот это молодое деревце, которое заплодоносило, и которое, вы уже убедились, что за мелочь такая. Патриарх. А теперь мы с вами будем поднимать уже отсюда. Узнаете? А? Узнаете? В два раза больше. А, кстати, когда муравьи, значит, сладкое. Даже, поверьте, вон они, муравьи, залезли в эту рану, значит, сладкое. Вот. Их размер в два раза больше. Это уже, я называю, вегетативный клон. Почему? Потому что на него был привит культурный. Культурный погиб. Почему он такой рост с таким штампом? Я же не делаю их. Тень, тень. Когда тень, дерево обязательно лезет вверх. Вот. Устремляется вверх. Ну, вы поняли, да? Итак, можно улучшать деревья еще и с помощью так называемых подвоев. Так, ну, еще с нескольким познакомлю. вот, кстати, последние вишенки. Вот, видели фильм, где я? Ужестовская, она меня угощает вот такими. Вот. Это у него вполне законные дюки гибриды вишни и серешни. А у меня ням-ням у меня незаконная переделанная вишня в серешню, переделанная в серешню вишня. Ну, это я так мимо шел. Да, я думаю, напомню, что мы лошебники, если захотим, еще несколько покажу вам манджурских абрикосов. Вы видели, как вольготно на них себя чувствует, даже 100-граммовые фауэны в этом году достигнет 100 грамм, когда это уж точно. А может быть, и обгонит Курдюму, который, я всегда говорил, самый роскошный, самый крупный. Итак, смотрите сюда. Уже просто. Один из потомок манджурства-патриарха. Похож? Похож. Если окрасился я чуть-чуть, да не более его. То есть, это наиболее сохранивший это... В общем, будем считать, почти такой же геном. Почти такой же геном. Идем дальше. еще один манджурец. Тут был культурный привит. Ну, погиб. Смотрите, что получили. У меня такое впечатление, что здесь был привит амур. Мы получили вот такое дерево. Оно вот такое, плодок, ну, наверное, несколько ведер. Вот. Я так думаю. Так. Это академик, он заканчивается. А вот впервые заплодоносил вот это дерево. Тоже попало в тень между такими крутыми деревьями. Устремляется вверх. Вот штамп, как образуется. Видите? Сухие веточки. Они не потому сухие, что у них это самое, допустим, плохая морозостойкость. проще нет. Герево, которое в тени, тянутся вверх, а ветки отсыхают, потому что у них солнца нет. Просто здесь не хотят расти на них листья, почки. Вот куда все перешло. Вот. Так. Следов прививки нет? Нет. Смотрим сюда. Наиболее удачное решение это дети-патриарха называется. Ого! Выплаву. Чуть-то сладкий. Ну, рожайчик слабенький. Даже не буду его отделять. Ну, сколько тут? 30, 40, 50. Попадет по сорти в общую кучу. До такой степени разделять. Хотя это тоже великолепно. Имеет морозостойкость манчжурца, да? И сладкие плоды. Но таких много. В работу не беру. Кочки попадут в общую кучу. Вот вместе с этими, например, хотя они намного, 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 ну, как бы, менее качественные. иду я себе, иду до следующего манчжурца. Вот. посмотрите, как все густо. Вон, сломанная ветка амура, урожая не выдержала. Ладно. Яблочки. Мои любимые. Помните, какой урожай еще был? У Чернобаева, когда я там снимал. А вот мои, так называемые, один из них. Венгерки. О, еще будет предельный урожай. Так. И что-то. А вот. Абрикос попался. Знаете, почему я на нем фиксирую? Хотя, сегодняшняя речь и на манчжурцах. Ну, судя по плодам фаина. Так. Муравейник, видите, солидный муравейник. Там же изкипит. Вон и не бедрит. Вот. Ну, смотрим на абсолютно здоровый день. Я до сих пор понять не могу. Только вчера мне написала женщина письмо. такое грустное-грустное. Вот. Муравейники проникли вообще эти под корни. Дерево засыхает. Я думаю, от муравьевли засыхает. Но у меня уже таких, наверное, десяток. Ну, вот далеко ходить. Еще один. Этот намного старше. Посмотрите, какой муравейник. Прямо сквозь него пророс. Вот. Плоды видели. Приросты видели. Больше метра. Это будущее новые деревья. Это черенки будут срезаны. Вот. И снова смотрите на муравейник. Хоть бы хны. Я ничего не понимаю. Я вижу своим глазам, что муравейники. Вот один, вот второй. Муравейник моложе. Дерево моложе. Плодоносит. Приросты по 8 сантиметров. Ну, что еще надо? Почему у других муравей убивают? Или им кажется, что не убивают? Не знаю. Вот я подошел к дереву. Я о нем рассказывал. Только тогда еще прирост был зеленый. и так прививка высоко. Дерево старое. Боковая ветка, которая пошла влево, превратилась в сумасшедший угрожай. Вот. И видите, и что интересно, огромной частью, я жаль, если вы не увидите эту красоту, вот так досталось соседям. Ну, что ж, не жалко. Вот такие должны быть у всех. Итак, еще один вариант манджурского абрикоса, сына манджурского абрикоса. Вот. Пойдем дальше. У меня еще есть. Вначале я их не культивировал. Они у меня в основном молодые, кроме того по тверх. Ну, кто бы знал, что когда-то стране понадобятся именно они. Кстати, не они, или вон там еще одна ветка рухнула. Ну-ка. То я смотрю, культурная. Ох ты, интересно. Мы идем, перед нами падает. Вот. Серафим, я говорю, измельчал. Страшно измельчал. Вот. Амуры укорнились, Серафима измельчали. Смотрите, так вот. Я только издаля заметил эту ветку. Или это, нет, скорее всего это Серафим, который не дозрел за то, что ветка рухнула. Извините, зря подумал, что это манджурский абрикос. Ну, хорошо. Выходим из тени. Идем манджурский абрикос искать. Их еще есть у меня. Вот. Кстати, это дерево посажено не говорю, какое абрикос посажено на холмик. Видите, как вот оно залито. Потом покажу вам огромные, так и можно сказать, огромные саженцы, которым еще полтора года не исполнилось. Которые производят впечатление даже на меня. Без полива. Ладно. Смотрим сюда. Вот еще я нашел манджурский. Теперь этот манджурский вот такой. Вот. Я уже отчаялся и сказал помощнику Андрею, собираю уже все в одну кучу, назовем ассортимый аманджурский абрикос. Почему? Они особо никого не интересуют. Попадают все они морозостойки. Вот покажите в нем морозобойны. Я так мельком. Не о них сегодня речь. Это отдельная тема. Видите, стол чистенький. Все чистенько. Так. Вот. За ним еще один. Он отстал. То есть еще зеленоват. Вот. Я уже не пойду туда. Мне туда пролезть целая проблема. Вот следующая. Так. За ним. Правильно? А вот еще один. Я выделил как желтый. Потому что он как бы ярко-желтый. Вот. Вот три растут нисходя с места называется. Так. А дальше дальше туда уже не пойду. Там это самое может быть еще один. Я уже начинаю сбиваться. А вот этот я помню. Он у меня идет под отдельным. Он сильно большой урожай. Сумасшедший. Я бы сказал урожай. Он перекрыл ход. И пойдет так и называется. МАВ. Кавычки открывается буква В. Вход. Вход перекрыт. Вот этим вот. Тут уже правда мало осталось. Этим урожай дало большую роль не играет. немножко вот таких плодов. Интереса не представил. Я даже смотреть не буду на бирку на ту. Что там не волнует. Таких такими не увлекаемся. Вот. А ветки эти я не могу отрезать. Приходится наклоняться. Вот. Чуть ли не на колени становится чтобы проползти питомник. А урожай опять сумасшедший. Если бы это было не зеленое а желтое вы бы убедились. Вот. И опять вот уже куча под названием массарти. Ну что делать? Нет. Все-таки я вспомнил я ему сказал пока отдельно. Ну по крайней мере легко классировать. Вон там три растут вместе. Так их классировать. Ну пойдем дальше. Манчжурцы еще не кончились. Вот. Они еще их есть у меня ветка рухнула с манчжурца. Это вторая ветка вот ее подперли целая с манчжурцем. Вот видите еще не успели собрать. Вот только полугнилые представляют наибольшее качество косточек. Ладно проехали. С этим я вас знакомил как со сладким. Урожай был сумасшедший где-то до десятка видов. Потому что он относительно крупный оказался. Я его так и назвал манчжурский сладкий имели право. Вот. Так. А теперь то, что я кричал Андрею сколько когда он был в беседке в память 22 или 23 он сказал. Это тот самый. С него сбор уже заканчивается. Практически пустое дерево. Вот. жердель. Ну судя по количеству косточек их там меньше половины. Можете поверить что это так есть. Остальные косточки у меня. Нет еще сбор не закончился. Ну немного осталось. Ладно. Если еще если еще смотрим есть. Они измененные. У меня таких пока два обнаружил измененных. Вот. Видите. Похож это сын манчжурца. раз. Посмотрите туда повыше. Там даже крупнее. Здесь помельче. Вот они. Вот. Вот. Кто изменил их форму? Вариант А. Вегетативный гибрид передалось от привая по двое потому что на нем погиб этот самый абрикос академик. На нем погиб страшно согласно зиму. Здесь сосед уже не погиб. Видите какая разница и то привито моими руками и то привито моими руками. Правда плодоношение заканчивается. Вот. Вот. И когда меня снимал Антон Цифронов я тут сидел на табуретке вот здесь вот он тут в двух метрах меня снимал это будет отдельный фильм но он уже будет коммерческий призывом покупать вот эти самые косики потому что без этих не будет тех если здесь мы видим удлиненные плоды ясно что здесь гены академика второй вариант почему может быть гена академика это первый я сказал не научный не научный мой довод что это вегетативный гибрид передача свойств крупноплодного академика через прививку низу по двою почему и получились вот такие плоды как у чистого академика но в разы меньше вот а второе это то что я называю ветром надуло но я же не ученый я могу такие термины это если бы ученый сказал ветром надуло над ним бы здорово посмеялись еще и уволили нет за это бы не уволили потому что ветром надуло это означает перекрестное опыление вот вполне возможно то есть если папа такой если опылил ну не верю я ладно там несколько бы плотиков но чтобы все дерево опылил так что перестроились плоды это было бы невозможно я так считаю невозможно все таки хотя они соседи можно подумать что и ветром надуло я все таки предлагаю считать что это передалось вегетативным путем вот там уже смотрите какая разница вот такие на соседние ветки вот круглые видите а ветки с одного дерева тут уж не отнимешь вот они без обмана третий вариант он там покрупнее ну разница не принципиальная но согласитесь что все это интересно и требует большого внимания а сейчас друзья все таки опять не получается но может быть это даже интересно что я перекликаю с одно с другим я сейчас наткнулся на два дерева пока искал следующую так называемую манджурскую тему продолжить вот это сверх крупноплодный абрикос его так назвал кто-то из ученых потом видимо он как-то каким-то образом с научным сада перекочевал кому-то а кто-то ко мне и получились вот такие плоды сверх крупноплодностью не пахнет но достаточно крупноплодный он оказался у Чернобаева так Чернобаев назвал его рыжим почему потому что он у него действительно чисто рыжий и он считает что он лидер по вкусу а он тоже Чернобаев разбирается в этом фильмы с его участием вы видели да вкусы изумительные но у него плоды оказались крупнее я к чему говорю знаете вот кстати расшифровываю абрикос сверх крупноплоды номер 37 46 10 значит кто-то из ученых создал кто-то свистнул раз пошел гулять не будучи зарегистрирован в этом но тем не менее культ действительно замечательный у Чернобаева он гораздо крупнее меня еще даже не совсем дозрел нет уже начинает падать вот они это значит что пора его представлять потому что завтра упадет вот неплохая ветка Чернобаева в два раза крупнее ну так бывает я кстати говорю кто-то думает что это его предел не зря же у него крупнее оказался очень большой разброс а почему я на этом все дело фаина внимание и так значит мы с вами присутствуем при двух фаинах казалось бы приехали фаина измельчала в два раза посмотрите какие плоды посмотрите на это чудо посмотрите вы видите что делается у меня только на одной фаине жируют насекомые пчелы осы бабочки но в данном случае вот сейчас вам покажу вот видите это самая сладость вот эти поняли и все таки вот сладости вот не хватило потому что когда первый рожай был на том дереве на которое рухнуло соседнее дерево королевское и чуть его не уничтожило там что мы видели мы видели плоды гораздо крупнее вот Сергей Валерьевич посмотри фаинах фаине розе интересно я расскажу всей общественности а ты вечно занят ага мешать не будешь посмотри на это чудо вот это снова тянет на феномен вот это фаина хоть видишь плоды какие ну все ладно не отвлекайся нечего ляс сточить давай работай вот у тебя питомник тебе труднее и вот получается разновидность какая это еще зеленая плоды не дотягивают как там те уже почти 100 граммов эти тянут пока на грамм на 70 но они еще увеличатся может и дотянут здесь более сохранилось качество вот я нашел это ой елки палки ну-ка распробуем почему только тебя едят кстати вот сейчас кто-то выпрыгнул с нее какое-то насекомое ну ладно это я у него наглую отнял пробую все понятно медом пахнет итак смотрите отдал тому кого украл в смысле отнял вот это из потомков самое лучшее дерево получилось из сыновей уже фаины я привык называть сыновья мажорского абрикос придется звать сыновья фаины а второй сын фаины великолепно но два раза мельче уже явно вот он вот он ну вот так не собирался ознакомиться с фаиной но раз он начал сыпаться значит все-таки время пришло так получаются варианты и еще раз подчеркиваю ту самую мысль что такое вид активный гибрид в нем скрыты невиданные возможности почему я железу Валерий Костинович в наглую утверждаю деревья культурные вот такие вот еще несколько раз культурней появились до человека то что человек культивировал из диких полу таких несладких сотни поколений из сада в сады из поколения в поколение и довел до этого совершенства но это еще не совершенство привяжись в вариант вот так вот это все сказки это придумано так потому что это дарвинизм вот я потом отдельно с дарвинистами поспорю я боюсь что они будут выглядеть очень бледно пока просто поверьте на слово человека не было вот это роскошь была потом появился человек появились ледниковые периоды можете назвать это изгнанием из рая и деревья начали дичать но стоит им попасть подходящие условия с помощью вот этого вегетативной гибридизации то есть прививки и что получается вот это роскошные плоды да вон они они почти два раза больше они еще ну в смысле вызревут когда что еще будет два раза больше с их ветки возьмете можете получить мелкие и внимание с этого дерева где плоды в два раза мельче а урожай примерно одинаковые так вот ну то есть не зависит от крупности в данном случае не зависит от урожая и вот значит везде у меня предельный урожай в этом году я когда в этом году нашел одно достаточно молодое абрикосовое дерево пустое я так удивлялся я так удивлялся а остальные все с предельным урожаем и вот значит здесь взяли веточку отсюда из не самого роскошного фаины и можем получить еще крупнее чем даже вот эта фаина поняли мою мысль вот так именно потому что прячутся резервы там в геноме раскрыть их с помощью опыления невозможно ну вот теперь с этим разобрались и еще осталось немножко разбираться с манджурцами ну давайте опять тема ломается начал сыпаться вот этот манджурец ну что о нем сказать классический манджурец дерево рослое урожай предельное видите сколько лежит а ведь это только часть урожая с него уже собираются собирают а что тут крутится какое-то дерево перед нами ага с него уже почти все собрано вот ветка уцелела потому что в тени это бай мы уже с ним разбирались идем дальше вот когда это кончится то я про все таки не смогу рассказать так это все вон же манджурец вот куда мне дебри завели это уже не получилась переделка наиболее похож на академик вот этот уже да помните 3547 согласно справщику согласен это дерево переделываться не захотелось сейчас мы посмотрим на бирку не напутали чего вот сейчас 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 это прививка была и прививка мертва это к ней относится бирка знакомые сорта бирки не вешаю и так мы получили дерево неиспорченный академик вот он видите удлиненная форма носик все как полагается окраска вот это вы можете сравнивать а то мне скажут что я вообще людям голову заморочил с академиком переделанную крудюму вот еще посмотрите дерево разлапистое а я их никогда не обрезаю когда обрезаю страшная вещь происходит вот вот здесь кстати рухнула у меня фаина вот еще одна но я уже привык кстати деревья от этого не погибает потом отрежем замажем придет пора и это с помощью волчков восстановлю махом если конечно не ненавидеть волчки как нас приучили вот видите размер все соответствует так ладно что мы идем дальше куда мы идем смотрим еще а вот это дерево я уже все устали сколько дней обходить давайте посмотрим на этот плод ну вот они вот теперь видим 100 грамм откуда дровишки ага что за дровишки вот это ну вот теперь я уже скажу что это уже кругом плоды два раза крупнее посмотрите на это чудо вот они видите вот они сколько таких впечатляют вот ну на дереве по-моему есть крупнее это только начало падать вот они красавцы как яблоки теперь чему это все когда-то надо заказчивать обход ё-моё опять абрикос как я чуть не упустил обиделся бы так бирки размер плодов средний что-то такое что-то такое ну впечатляет впечатляет уже про каждый не буду а еще манчжури кем это манчжури глядите вот он еще один так интересно что а хотел лезть на ранетку не буду подойдет тема ну что еще манчжур показать вот впечатляет да нет не манчжур просто я хочу сказать что без манчжурцев этого у вас не будет никогда вот так вот плоды вот эти пойдут конечно латинков он хочет это все за фиксировать есть методика он у нас может грамотный ну ладно так смотрим дальше вот это дерево я показывал кордем посмотрите какие плоды висят лежат практически такие же как эти вот эти два кинул сейчас только с руки смотрите похоже так и но основная ветка все таки пересилил именно манчжуриц но уже окрасился а это так получилось вот те крупненькие как дополнение к ней поняли да вот культурную сбоку а мощность я вовремя не остановил я показывал Николаю Ивановичу это вот последний самый возле забора и в том что уж больно мощный был рост я говорил как рекордный рост там полтора моих роста однолетка вот и получилось так что проглядел этот дикарь веточка взяла и как погнала вверх не то что задавила а тут получилось что первый урожай вот я показываю полюбуйтесь на это чудо скажите что эта фаина вам не нравится скажите опять кстати я еле в руках еле приподнял вон что делается вот вторая ну короче ее урожай согнуло я не глянул некогда так и осталось хорошо что я не читаю литературу нет читаю но не использую где написано ветки которые глядят вниз надо отрезать посмотрите какую ветку нам предлагали отрезать а ведь она была уже такая еще меньше кто-то сдуру отрезает такие кто-то сдуру читает такие вот а манчжурец красавец пошел себе вверх и ну что теперь переплевать нет дело в том что это подвое друзья которые нужны вам этот манчжурец я чуть не сказал пропускаю попробую пропусти когда тут пройти невозможно где бы мне пролезть бедному вот он а вот еще один я их называю манчжурский 2-3 почему растут друг от друга полутора метров сыпется между ними у них вот урожай только начинает созревать ой что я сказал боже мельче обычного два раза глядите вот а почему посмотрите что делается и этот сыпется бог ты мой а вы знаете когда вот так вот сыпется я все время говорю такое впечатление что на дереве плодов становится еще больше и вот такой период он пилит с собой 1-2 недели то есть падает 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 а на дереве их еще как будто больше 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 ну вы догадываетесь почему сразу часть из них зеленых их как бы и не видно совсем вот так вот любуйтесь вот два дерева с этим урожаем вот он начался так теперь я вам уже стал надоедать а кстати вот это дерево еще не закончилось вот оно какое вот оно какое это все одно так теперь рядом вот уж куда денешься фаина но дерево рухнуло плоды кажутся мелкие почему дерево упало вот а нет ветка которая не упала вот она но на нем тоже ветки мелкие то есть плоды мелкие это говорит о том что еще одна разновидность фаина как бы самая мелкая вот ну 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 посмотрите нет зря я так сказал еще пора увеличиться хотя бы до 60 грамм вполне прилично так ну манжурцы по-моему у меня закончились когда-то должны закончиться куда мы попали вот здесь у меня особая ошколка здесь эксперименты проводились итак фаина но с самого начала это примерно третий урожай и не очень крупный то есть уже сразу но опять мое мнение такое как хотите взяли веточку может быть опять как огромный как те что я показывал до 100 грамм вот а вот это вот вот видите сказать что у них предельный урожай нельзя то есть нет не так урожай это предельный нельзя его уже собираем нельзя сказать что плоды огромные но повторяю для своих друзей для недругов вот все таки вегетативная гибридация существует но удержать форму невозможно или количеством или особыми приемами которыми я владею знает уже любой кто со мной имеет дело любой так пошли дальше кажется мы боженьки ты мой а это что такое боженьки ты мой вот фаина посыпалась еще одна вот она фаина не самая крупная но посыпалась а еще не все вот это дерево называется амур а плоды то какие крупные да ну а ну мы же про говорим про манджутцев так и наверное я вам уже буду заканчивать обрекосы вы еще поняли что вон там в глубине несколько здоровенных амуров вон они именно амуров так и вот еще боже мой это еще что такое ага пожалуйста еще одно дерево причем несмотря на то что оно здоровое это первый урожай у него я про него даже не вспоминал это абрикос манджутский он не привитый а форма плодов обратите внимание видели видели это уже четвертый обнаружил с такой формой плодов и так вегетативная гибридзация продолжается и так перекрестное пыление продолжается если пошариться я еще могу найти несколько деревьев но хватит 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 стоит ли походить по соседям у них растут мои мои деревья со всех сторон у соседей растут мои деревья я имею ввиду абрикосовые а я вам еще вон то не показывал из моих ну-ка попробуем приблизить и все наверное больше не буду показывать так уважаемая продавщица Оля моя старая знакомая для объективности мы с фотоаппаратом хотим чтобы замеры производила производили вы официально обращаюсь так сейчас все это красота вам достанется давайте смотреть это абрикос академик нет нет это не королевский королевский до 80 грамм тянет итого 88 да давайте поищем другой какой-нибудь еще или давайте попробуем еще вот это 88 как говорилось мне еще не все созрели а получается пока те созрели теперь 86 так 88 ну понятно вот еще вот это да 96 ну до 100 не дотягиваем позапрошлый год были крупнее и прошлый год так теперь 86 теперь просьба все 10 все 10 положить на весы да да в этом году мелковатые 830 830 в середине вес 83 грамм но Оля это не еще не вечер мне еще поспевают ну они вообще крупные такие довольно какие-то очень это для вас для меня в этом году мельче да и у меня еще один сорт такой же созревает ну спасибо ну у нас вот ваш абрикос вот что вы нам давали так тоже вот такой здоровый нынче да в прошлом году вот у нас мельче было нынче он вообще вот такой ну даже можно сказать больше чем вот у ваша а так всегда бывает вот у меня люди знаете как Оля это я вам жалуюсь вот значит попадаются люди Константинович привет помните там 3-5-6 лет назад ваш абрикоса меня там с тех пор и плоды и вот смотрите как показывает вот так я говорю таких не бывает он говорит а у меня такой есть я вот тут перед этим был в саду в этом же фильме я упоминаю у них заложена потенциальная возможность я пока вешал самый крупный 102 грамма а держал в руках еще крупнее но не было весов вот вас не было вот магазин был закрыт а портится моментально смотрите вот только вот с дерева упали короче подтверждаете что это знаете у меня ваш абрикос очень крупный прям очень крупный его поменьше но он очень очень крупный так вот спасибо вам за эти слова в интернете и в печати кое-где меня называют господи не боюсь повторять ну ладно у нас люди такие конечно спасибо за съемку два абрикоса два абрикоса вот я у вас брала один у меня погиб правда ну что-то вот как-то что-то я вам рассказываю вы его посадили в ямку направили к щу воду один абрикос вы мне садили и вот я не знаю сколько ему лет ну вот третий год он у меня проносит первый год было не очень много ему не больше шести лет а второй год второй год я сняла 30 водер ну понимаете вот вы мне в тот раз говорили я говорю не сподержи я вам не поверил вот вы своими красивыми глазами на меня смотрите а ему не больше ну может быть не шесть может 7-8 может быть 7-8 и 30 водер да вот я нисколько и второй раз вы меня и второй раз не позвали не сделали а второй раз вот в прошлом году в прошлом году ой нынче нынче поменьше но такой вот круглый такой же да а сейчас уже нечего там снимать вот резко потому что было непокуда вы знаете сколько у меня вот таких вот друзей вот рекорды-то не только у меня в саду там несколько десятков они же кругом а я остаюсь это а потом меня обзывают кто Наполеоном нет-нет-нет здесь вот я говорю что мне только палату номер 6 остается сесть подводите меня но следующий если на следующий год так же не удалится Оля два сумасшедших урожая два года подряд плюс 2013 так да ну я теперь жду 50 градусов мороза урожай-то какой страшный страшный урожай урожай